Здравствуйте, с вами Дина Краснова и в сегодняшнем видео я хочу рассказать про календарь в программе Family11. Календарь нужен для того, чтобы запланировать какое-то событие. Например, здесь вы можете добавить новую заметку, либо можно добавить новый платеж. Новый платеж достаточно удобный. Например, если вы каждый месяц платите за телефон, за интернет, вы можете добавить, чтобы данный платеж у вас был в календаре и, соответственно, программа вам об этом напоминала. Здесь можно задать, что данный платеж, например, идет раз в месяц, также можно выбрать какую-то другую периодичность. И здесь указать, по какое число должно быть напоминание о данном платеже. Допустим, до следующего. Далее выбираем число месяца, то есть когда мы хотим запланировать данный платеж, то есть 15-го числа каждого месяца. И здесь мы можем выбрать либо автоматический ввод реестр, либо только напомнить. Выбираем только напомнить. Нажимаем запланировать. И теперь у нас на 15-м числе появилось напоминание о новом платеже. И если у нас по факту произошла данная оплата, то есть мы заплатили за интернет, мы можем нажать ввод реестр. В этом случае у нас и здесь у нас будет отображен данный платеж. Соответственно, в календаре этот платеж идет как исполненный. Если мы перейдем на май месяц, мы увидим, что этот платеж здесь тоже есть. Ну и так далее. То есть каждый месяц, 15-го числа, нам нужно будет заплатить за интернет. И отсюда мы можем сразу вносить этот расход, наш перечень доходов и расходов. Вот так в программе Family11 можно поставить напоминание о платежах в календаре. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео.